Мютейшн Икс Мутация явно подросла в диаметре, а забор воздуха с кольцом регулировки перенесен на самый верх атомайзера. XL-версию роднит с предшественниками, незаметная гравировка с названием модель и традиционный конический дриптип. Смотрится гармонично, хоть и несколько простовато. Регулировка обдува на теле мутации имеет удобные насечки, но вот практического смысла в них мало. Кольцо крутится очень легко и запросто может повернуться в кармане само собой. Главная фишка дрипки в системе обдува, обеспечивающей неплохой вкус и условную непротекаемость. Забор воздуха здесь верхний, но на спираль воздух попадает с разных сторон благодаря двухслойной юбке и отверстиям подачи, которые находятся между двумя велосипестойками. Отверстия во внутренней юбке расположены достаточно низко, что способствует более полному обдуву спиралей. Возможность обдува спирали из центральной стойки поначалу вызывает сомнения, однако проверка с перекрытием боковых отверстий показала, что такое решение все-таки работоспособно. Немного огорчает невозможность отдельно перекрыть центральный и боковой обдув, но в целом это не так критично. Mutation XV5 XL можно заливать на бегу прямо в дриптип и не бояться протечек. Благодаря глубокому колодцу создать болото, перелив жидкость, очень сложно. Правда, конструкция не идеальна. Свежезакапанную дрипку следует хорошенько попарить, прежде чем убирать девайс в карман, иначе пятна на одежде гарантированы. Обслуживать мутацию удобно и легко. Отверстия в стойках широченные, дека с легкостью вмещает койлы из фьюз клептона. Но после установки спиралей стоит проверить дрипку на предмет замыкания с внутренней юбкой. При неправильной установке длинные колбаски вполне могут вызвать козе. Фиксируются спирали винтами с внутренним шестигранником, которые традиционно быстро срываются. Делриновый дриптип нестандартного размера удобный и совершенно не греется. Любители кастомных 510-х дриптипов и эксклюзивных топ-кэпов будут разочарованы. Адаптера в комплекте не предусмотрено. Mutation XV5 XL, в отличие от своих предшественников, скорее вкусовой атомайзер. Возможности обдува заканчиваются примерно на 120 ваттах. Но на мощностях в районе 85-100 ватт свое дело делает комплексная система обдува и небольшая испарительная камера. Мутаха выдает отличный вкус, слегка недотягивающий до общепризнанных лидеров. Мы благодарим Babylon Vape за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!